В Москве 21 марта завершается 12-я международная выставка «Молочная и мясная индустрия». В этом году она проходила в новом формате, по принципу агропромышленной цепочки. Здесь был представлен полный цикл агропромышленного производства молочной и мясной продукции, начиная от репродукции птиц и племенных животных, их выращивания и содержания от корма до переработки и упаковки продукции. В этом году на выставке проходили конференции по мясному скутоводству, птицеводству, мясному и молочному животноводству и переработке. Некоторые участники молочной и мясной индустрии поделились с порталом AgriTimes своим мнением о выставке. Меня зовут Роб Вансон, я генеральный директор ООО «МПС РУС». «МПС РУС» – это представитель фирмы «МПС Холдинг», которая есть стаб-квартира в Голландии. У нас есть четыре направления. Первое направление – это направление бизнеса. Первое – это убой, то есть техники от А до Я. Второе – это разделка, обвалка. И третье – это складская логистика. И четвертое – это очистные сооружения. Расскажите, пожалуйста, вы привезли какие-нибудь разработки вот сюда на выставку? Да, у нас есть новые техники, о чем наш коллега Юрий Микельян вчера давал доклад. И у нас тоже есть новости в отрасли складской логистики, о чем господин Андреевичев будет давать доклад сегодня. Выставка проходит нормально. То есть у нас был несколько потенциальных клиентов вчера и сегодня утром. И я думаю, у нас есть очень хорошее, позитивное впечатление у этой выставки. Да, я пожелаю всем нашим поставщикам и посетителям удачи. Мы являемся компанией Эконио Фарм. На молочной индустрии мы представляем свой стенд впервые. Выставка, на самом деле, достаточно интересная. Посетителей у нас приличное количество. Есть клиенты наши, пришедшие, с которыми мы уже обсудили некоторые проекты. Я думаю, в следующий год тоже будем выступать на этой выставке. Мы представляем здесь два основных направления. Это производство, так как у нас два холдинга по производству молока и растеневодческой продукции, и по продаже животноводческого оборудования и сельскохозяйственной техники. И непосредственно компанией Эконио Фарм, кем я являюсь представителем, занимаемся строительством коровников, комплексов животноводческих, то есть оснащаемым животноводческим оборудованием. Выставка, кому довольны. Меня зовут Сергей Семенов. Я доцент Воронежского государственного аграрного университета. Проходящая сегодня выставка – это интересное мероприятие, причем не только для людей, которые заняты практической деятельностью, но и для ученых, специалистов, сотрудников вузов, студентов, аспирантов. И мне кажется, что такие мероприятия нужно повторять как можно чаще и делать упор не только на, еще раз повторюсь, практическую сторону вопроса, но и на теорию и на подрастающее поколение, которое должно правильно питаться, правильно работать, правильно учиться. Вы посещали сегодня какие-то мероприятия в России? Пока еще нет, мы только подъехали, но я думаю, мы обязательно сегодня, завтра и послезавтра это сделаем. Меня зовут Антон Федоров. Я являюсь солюшн-менеджером по категории качества молока и здоровья животных в компании «Доловаль». Компания «Доловаль» – это компания номер один в мире в области поставки оборудования для молочного животноводства. На этой выставке мы выставляем наш стенд совместно с компанией «Тетропак». Выставка проходит удачно, посещает клиенты. Думаю, все закончится хорошими контрактами и продуктивными сделками, как для нас, так и для наших клиентов. На выставке представлено очень много экспонентов с довольно-таки интересным оборудованием, с интересными решениями. Это все позволяет увидеть отрасль производства молока в нашей стране сверху, оценить возможности, перспективы. Это полезный опыт как для сотрудников компании, так и для тех людей, которые посещают эту выставку. Очень рекомендую, приходите к нам, у нас весело. Меня зовут Дюжиков Дмитрий, я представитель компании «Кун», регионального управляющего по центральному Черноземью. Решили в этом году выставиться в небольшой стенд. Пытаемся найти клиентов на покупку техники для заготовки кормов. И, соответственно, остальную свою линейку тоже так представляем. Хотелось бы немножко большего интереса со стороны клиентов. Не так много, как хотелось бы. В общем, организация, как всегда, на высоте. У нас новые косилки, новая линия косилок для заготовки кормов, новая запатентованная подвеска, управление более удобное. И, соответственно, в Европе с нашими косилками косят до 25 км в час. Конечно, у нас это вряд ли возможно. Но если выровнять идеально поля, можно очень хорошую производительность получить. А скажите, кто больше всех у нас пользуется вашей техникой? Фермеры, холдинги? Масштабы какие ваши? Ну, в основном это средние хозяйства, у которых от 5 до 10 тысяч гектар. И у которых молочное производство, ферма порядка 2-3 тысяч голов. Вот, они в основном пользуются техникой нашей. Потому что для фермеров все-таки это дороговатая техника наша, импортная. Потому что она входит в премиум сегмент. А холдинги тоже покупают. Но так как мы, в общем, в Россию немножко позже зашли, чем другие конкуренты, с ними посложнее. Хотя в этом году и в прошлом мы уже работаем очень хорошо с Мираторгом, с Доминантой, с крупными холдингами по России. Зрителям хочу пожелать хороших урожаев, хорошего надоя молока, здоровья, счастья в личной жизни.